так один мешок разгрузили вот такая красотища так вот я все приготовила на протвенечек вот такой положила их и будут у меня под грилем жарится это манго это манго если здесь вот начинка отдельно не делается просто в состав входит в крем прямо тут здесь я сначала делаю отдельную сердцевинку и тоже заборажек так мне приехал ротанг вот наташи кашпошницы мы приехали в компании энергия для тех кто будет тоже у нас получать я первый раз здесь получаю груз и я так понимаю что сейчас очень многие отправляют потому что хорошие цены на большие объемы кто с ладивостока у нас будет получать я сейчас покажу где находится офис что здесь сложно вообще найти сейчас зашли другую дверь и спросили на фадеева 53 на находится так нас послали слева будет металлическая дверь вот здесь прием и выдача груза написано надо за шлагбаум заехать ее выдача груза металлическая лестница территория базы металлическая лестница на обязательно паспорт собой нужно иметь но в принципе они звонят за день до того как получить груз они позвонили сказали что режим работы и что нужно собой иметь и бесплатное хранение груза у них три дня вот снимаемся работают дальше заходите в офис нужно взять талончик казано сколько человек перед вами вот так ждем так бумажки получили после этого идти в обратную дорогу воротам выдача груза вот такие ворота сюда нужно сейчас посмотрим вывозят да дальше нужно самим вот здесь вот забирать поэтому имейте ввиду вот такие два мешка мешок четыре бухты я покажу что там как пришло все поехали в тепло я хочу сказать что нужно очень тепло одеваться все делают долго тому мужчины ну короче много проблем там очередь с разными этими проблем с жалобами потому что да вещь весит 150 килограмм и и упаковывают в 280 а за каждый вес нужно ну за каждый килограмм нужно платить и люди там стоят пишут претензии там сквозняк а серёжа еще что сегодня тепло а сегодня ужасно холодно короче я вся вымерзла если пойти получать то одевайтесь тепло прям там сквозняки внутри все насквозь открыто в этом складе вот так один мешок разгрузили вот такая красотища кстати он на этом выглядит ярче в жизни он такой более бледненький такой приятный вообще я вот цвет очень хотела так все все уехали вот такой красивейший очень приятный для рук я он там был такой и вот такой вот еще вот такой очень красивый короче кашпо будет в этом году у нас цветов то много сейчас расскажу как получали что ты можешь вытаскивать со второго пожалуйста покажите помощь так это да это мне будет это будет для пасхальной корзинки или вот это для пасхальной корзинки золотистый прям ученик да вместе сложи их вот прям девчачьи цветы о да наташа подарки положила смотрите перчатки и ручки какая красота вот этот вот вообще шикарный это меланж вот такой темный и там есть вкрапление зеленого я вот этот вообще о нем мечтала очень 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 сильно тоже шлифованный будет красота вообще просто шикардос ну так по поводу получения хотела сказать здесь у меня 40 килограмм но может быть 41 либо 41 с упаковкой короче на счет фактуре написано 41 килограмм красивый получилось 2 200 доставка 41 килограмма но получается чем меньше вы заказываете то есть там доставка трех букв бухт будет стоить 1800 то есть соответственно каждый килограмм будет дороже три бухты это 15 килограмм там просто есть минимальная 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 доставка 1800 стоит разный вес разный вес здесь 3 9 килограмм 4 8 килограмм 4 2 видимо как намотали ну в общем в общем получается что 41 килограмм по фактуре было вот здесь 5 4 7 о прям кашпошница написано смотрите красота оставлю наташины координаты в описании к этому видео вот так что сейчас будем эксперимен сейчас ближайшее время мне нужно все это наплести потому что будет некогда но все домой так кто-то сегодня обещал пельмени из лосося кто это был нет у нас все переигралось уже смысле пельмени не будет пельмени почему на диете короче сегодня буду готовить шашлычки из лосося в соусе терияки что-то мне лень стала пельмени лепить если честно а это все очень это вот это все близость к японии тебя испортила или китаю шашлычки это японской терияки это точно японский соус но у меня по-моему не терияки у меня есть устричный соус это в принципе тоже будет вкусно сейчас мы найдем она думает что если открыли шкаф то сейчас что-то достанут я для нее ну ка сандра еще расскажи как ты умеешь как ты умеешь ласково просить еду скажи мяу там антошка пришел ну у нее два раза не получается сразу мяу ладно давайте рияки продолжаем не терияки будет короче будем импровизировать сегодня все таки китайская кухня будет короче это устричный соус китайский но по моему встречи соус тоже с японской кухни насколько я знаю и веселее да и кунжутный кунжутное масло я сейчас замариную я ее просто почистила хотелось сделать помощница мне кажется идея нравится больше чем пельмени короче я сделала вот такой филе думала перекручу и будет у меня фарш можно и котлеты сделать но у нас еще есть рыба просто сегодня уже хочется кушать и не хочется хочется разлепить пельмени и короче и вот такое филе я разрезала вот на такие полосочки она режется классно вот прям по мышцам можно видно хорошо там вот мышцы отделяются я прям взяла вот так вот и прорезала вот так вот как все это есть но она плотная хорошая и теперь на квадратики это рыба кита называется вот такими кусочками кстати к ней мы сделаем рыбу и рис я уже помыла мне нужен кипяток сейчас замариную поставлю чайник рис быстро сварится так если делать на костре на гриле то вот эти палочки нужно замочить в воде я надеюсь вы знаете чтобы они не сгорели я буду делать в духовке поэтому они нормально все выдержат эти какие красивые прям ровненькие получаются кстати я делаю 30 первый раз если ты даже не рецепты просто придумала импровизирую до что еще у меня с этого я срезала брюшки вот и засолила их отдельно это тоже у нас вообще на рынке продают отдельно брюшки их можно брать там солить коптить и так далее можно кстати коптить будет очень вкусно потому что я подумала на фарш это сильно жирно но фарша все равно не вышло почему-то у оператора начинается слюно отделение сейчас уже быстренько потому что оператор не обедал оператор сегодня был таксистом возил туда-сюда ротанк получали рыба готовится за 10 минут мы сейчас просто немножко по канифолим по маринуем мне тоже кажется что ты размахнулась да дело уже уже она готова как говорится к приготовлению сейчас как раз могу показать хорошо вот по этой мышце вот так прорезаем самое главное что это быстро можно вообще сразу всю рыбу разделывать вот такие кусочки потом делать ничего хочешь чистейшее филе из костей огородница земля давай покажу как я буду это мариновать потом дальше просто сейчас этот соус он залипает потому что под горячую воду все сладкое то что залипает нужно под горячую воду чуть-чуть опустить и сразу же можно открывать солить даже не буду потому что он так соленый а потом когда она будет готова я поставила что за соус теперь это кунжутное масло его буквально чайную ложечку а потом еще кунжут кунжутными семечками сверху посыплю примерно за пару минут до того как буду вытаскивать чтобы они немножко поджарились и будет вкусно вкусно пахнет господи на запах вообще болтеть просто так вот так вот будем на шпажке тебе тоже вкусно хорош выпрашивать а у нас рыбу не ест по три кусочка хватит наверно сейчас на противень сложу потом то что иди посмотри что мама тут вытворяет квилибристика короче вот такая вот я хозяйка планируя одно получается другое в результате пока что-то делаю уже что-то приду эти творческие люди ну потому что я очень много смотрю каналов вот когда я сбрасываю рекомендации на каналы я все реально эти смотрю я просто так не не сброшу если мне там канал как-то не нравится или еще что-то и особенно знаете когда вот многодетные мамы им так кормить много надо семью и вот у них всякие начинаются эти изыски на наоборот не изыски а очень что-то простое но в результате если это украсить вот если бы у нас еще была зелень рукола наша сдача просто у нас сегодня такой мрак что мы на дачу не это не поехали вот классно было бы прям на подушку из рукколы положить вот эту шпажку это же ресторанное блюдо вообще было было бы на миллион долларов ну в общем вы поняли вот такая схема вот сейчас сложу все это и потом мы снова подключимся это их любимое место сандр иди пробуй плотно намотал больше не порвали так вот я все приготовила на протвенечек вот такой положила их и будут у меня под грилем жарится это считайте половинка рыбки еще небольшой кусочек еще у меня осталось с одной рыбой на на фарш все-таки пельмени будут наверное завтра скорее всего ну вот поджарю пасму покажу здесь у меня рис и кипятком залила как всегда вот сделаю сейчас салатик и будет настолько вкусный ужин так салатик здесь у меня два качанчика пекинской капусты один огурец и сверху набрасывают творожный сыр он когда его будешь мешать он станет таким более сливочный вкус даст то есть обычная сметаной заправляю с оливковым маслом со специями чтобы сливочность придать а здесь вот этот сыр сделает свое дело вот такой сыр я покупаю сразу пачку потом можно можно тирамису будет сделать заправка масла со специями вот с такими так сейчас солю сыр практически не соленый я его попробовала прямо соли совсем совсем мало действительно сливочный вкус начинаю потихонечку поливать специями и мешать том овощи дадут еще сок потом еще раз перемешаю потому что в этом соке будут самые вкусные все и специи соберутся и сыр вот такой салатик сейчас ждем рыбку и ждем рис так вот такой вкусный ужин у нас сок я сюда вылила там белок остался сейчас покажу на выброс и салатик рис мы не будем при для сына если захочет все накрыто и здесь у нас компотик не компотик а сироп из жимолости я навела который рецепт показывала все всем приятного вечернего аппетита вот противень на котором запекалась рыба белок остался это все на выброс а соком я полила рыбку как вот тут похудеть была диетическая рыба тут пришла сестра принесла сладости она делает их своими руками называется мочи так давай кайт раз это рассказывай и разрежь нам одну чтоб и расскажи с чего ты это делаешь сегодня звезда мне можно да ты будешь сегодня звездой у меня значит она принесла вот это вот уже растаянная а вот эти когда не было даже замороженная она сразу лежал только в холодильнике эти были замороженные но они полежали немножко уже час наверно в холодильнике они знали вот такие вот сейчас она расскажет и любит они внутри как мороженое немножко получается но сверху уже мягко хорошо разрезается когда под мороженое можно убить начинку это орео это крем в который входит состав входит печенье которое все любят очень любят дети кстати такой такой вариант так а расскажи вот это внешняя оболочка это из это тесто из клейка рисовой муки специальная рисовая мука не из такой которой мы с вами печем хлеб там катя говорит специально именно клейка должна быть написано какие у тебя еще и но вот это вот понятно это кокос да сверху кокос да сверху можно шоколадом украшает например ну то есть в принципе фантазии это манго это манго если здесь вот начинка отдельно не делается просто в состав входит в крем прямо кладу то здесь я сначала делаю отдельную сердцевинку я тоже замораживаю потом я кладу уже в крем и здесь в этот раз еще положила кусочки манго вот они тоже то есть они в самом креме да ладно это я сделала первый раз орео сейчас ой на рафаэлла я еще сама не видела ну должен был еще быть ну вот тут вот видно на что вот она хрустящая будет вот это она хрустящая такие чипсы до твердое да типа как вафельная вафельная крошка вот и сюда же входит кокосовый кокосовый крем вот в этот крем и кокосовая паста и сюда же крошечки вот ну сама варфейла естественно все здесь а это сейчас не катя кстати еще при краба вот это вот краб стригун стригун он не такой как камчатский ведь он более ровный не такой колючий вот так что сейчас будем угощаться вот на клубничка разрезалась немножко похоже потому что она не была заморожена видно вот он крем начинка начинка тоже клубника и кусочки клубники там свежу да я знаю что некоторые проезжают мы заморожена виде она прям как мороженое да ну вот если вот вот она житает а если нет то она прям как мороженое кусается на и можно есть как мороженое все у нас тут кофе будем сейчас дегустировать всем приятного аппетита спасибо катюш